друзья привет сегодня мы рассмотрим очередное путешествие выходного дня если вы находитесь в латвии предлагаем город сейчас на ваших экранах и разберем особые достопримечательности которые есть на поверхности в этом городе например этот паровозик например недорогой семейный аквапарк разумеется если мы едем в летний период рассматриваться путешествие и проведем одни выходные в городе венсполсе покажем вам как скажем можно неплохо отдохнуть если у вас маленькие дети что вы можете увидеть чтобы это было и развлекательно и познавательно было как можно больше эмоций путешествие одного дня а сейчас реклама моей любимой страны а итак мы Заезжаем в Венспилс. Первое, что приходит в голову, это шок. Обратите внимание, у них практически нигде, еще мы не в городе, нет асфальта. В Венспилс выложен брусчаткой, то есть и дорога вся будет в брусчатке, и в брусчатке будут все улицы. Первое, что мы заезжаем, конечно же, идем в музей под открытым небом. И в этом музее, музей вот там дальше, а здесь вход, пожалуй, особое место достопримечательности, это Мазбанитис, то есть малая железнодорожная узкоколейка. Конечно же, когда мы едем с детьми, это путешествие номер один, посещение точнее номер один. Мы находимся в вокзале, покупаем сейчас билет, и молодежь может увидеть, как когда-то их дедушки и бабушки отправлялись в путешествие между городами Латвии раньше. Это все не бутафория, это все оригинально. Такими поездами была окутана вся Латвия дореволюционная, и путешествия совершались именно в этих вагонах, именно на этом паровозе. И тут предоставлено несколько вагонов, видите, открытые вагоны, крытые вагоны, точнее летние, зимние. Это все действительно было так на самом деле. То есть вот такой вот паровозик. Их по Латвии очень много, но отреставрированных не так уж много, буквально три или четыре. И вот эта уникальная возможность посетить Латвию и посмотреть, как люди перемещались раньше. Сейчас на машине, там сто километров в час, и мы уже в другом городе, да? А раньше был вот такой железнодорожный вокзальчик. Он именно оригинальный, но, по крайней мере, создан по тем чертежам. Заходим в эти же отреставрированные вагончики. Что интересно, что ты можешь почувствовать здесь вот все по-настоящему. То есть вот этот вот стук колес, колесную базу, видите? Вот, например, звуки, то есть акустику. Понимаете, что там дверей не было, все это было открыто. На угле он, поэтому, когда вы едете в салон, особенно в первых вагонах, попадает запах уголька. Ну, кто как на это реагирует? Ну, мне это очень нравилось. Поскольку это узкоколеечко, ты едешь медленно, можешь насладиться абсолютно всеми видами. А он проезжает, скажем так, буквально по всем основным достопримечательностям Венспилса. То есть, глядя в окошко, ты так, о, заподозрил, например, интересный детский парк. Значит, мы сюда вернемся. А вот, и слева и справа ты смотришь то, что тебе действительно интересно, и вот в это ты можешь вернуться. Реакция пешеходов, которые проходят мимо, она тоже шикарная. То есть все, когда видят такой паровозик, это позитивно. Все обязательно тебя маршрут руками, улыбаются. И такое настоящее детское путешествие. То есть ребенок действительно погружается вот во все это. И он реагирует просто суперклассно. И от этого дымок, про который я рассказывал при поворотах. И если твоему ребенку хорошо, разумеется, ты просто от этого в восторге. Мы приехали на конечную, как видите, и сейчас идет перецепление этого паровозика. То есть в обратную сторону. Смотрите, как это делается. То есть машинисты выходят и просто разворачивают вот эту игрушку. Дети просто собираются толпой, и для них же это шок. Представляете, такое лего онлайн. Дальше виднеется горочка. То есть это конечная остановка. Можете остановиться и пойти на детские аттракционы. Но это не в этот раз. У нас было очень жарко. Поэтому мы решили отдохнуть немножечко по-другому. Итак, наш паровозик готов. Это конечная остановка. Она ведет от музея, как я еще раз говорил, до детских аттракционов. Шляпа Лэмберг называется место. Ну, а это развлечение и достопримечательность оставим на следующий раз. А сейчас в обратный путь. Мы всегда планируем путешествие на детские эмоции. У нас три ребенка. И поэтому акценты именно на детское путешествие, не на другое. Венсполсте наверняка много чем заняться, много что посмотреть. У нас самому младшему пассажиру три года, самому младшему 15. И маршрут выходного дня планируется именно под них. Счастливы дети, счастливы родители. Это второй вокзал, который на конечной остановочке. И тут есть всякие такие интересные экспозиции, которые можно посмотреть. В одном вокзале, во втором вокзале. Как продавались билеты, как жили люди, как они перемещались. Экскурсовода не было. Я думаю, с ним было гораздо интереснее. Насколько я понимаю, каждый год 1 мая праздник узкоколейки. И тогда здесь более обширное мероприятие. Это более качественное. В прошлый раз, когда мы были, были проводники в оригинальной форме. Сам машинист был в оригинальной форме. И это добавляло, еще так скажем, более насыщенный интерес ко всему происходящему. В этот раз, почему-то, все было простенько. Дети в восторге. Настоящий паровозик, это не пони по кругу. А это час вашего времени в пути. Это реакция тех, которые видят, что вы в паровозике. Они вам машут, вы отвечаете им взаимностью. Это запах моря. Это находится прямо на побережье. Это запах сосны. Это лето. Это Латвия. Запах угля. Приехали мы на конечную остановочку. Час был потрачен не зря. Это действительно, это интересно. Вот такое детство я хотел бы получить сам в свое время. А мои дети получают сейчас. Я как отец, я счастлив, что я это могу дать своим детям. Реклама моей компании. Ну, как без нее. Что интересно, они недорогие сувениры. 5, 3, 7 евро стоит сувенир. Это очень позитивно. Это наши национальные латышские, то есть сувенир о Латвии. Рядом с Мас Баннитосом есть маленький семейный аквапарк. Заходим в этот аквапарк. Стоимость посещения 20 евро. Представляете, аквапарк за 20 евро. Сделаем обзорчик. Шкафчик. Оставляем свои вещи. Берем ключ. И двигаемся. Находится он на побережье. За ним море. Если море не так нам тепло, или соленая вода нам не очень нравится, то посмотрим, чем здесь можно заняться. Радует, что он опять же детский. И рассчитан буквально на детей до, скажем так, 15 лет. Три горки. Промелькнуло только что. Все такое интересное галлографической брусчатки, придающей объем. Две горки для как будто бы взрослых. И, в принципе, он чем интересен? Он награжден, он позитивен. И здесь ты можешь не обращать внимание на детей. Они болтухаются сами по себе. Ты можешь в это время немного позагорать, немного отдохнуть. Ты родитель. Нельзя оставлять детей на горках, на воде без внимания. Это не обсуждается. Там парочку моментов в детском бассейне есть, к которым у меня, как у папы, есть претензии. Но в целом я не заметил того, что он травмоопасен. Нету медпункта на территории эквапарка этого. Вот это самая агрессивная горка. То есть за 20 евро легко вы проводите порядка полутора-двух часов. Окунулись, освежились, погода-то солнечная. Брусчаточка, по ней мы едем, я рассказывал ранее. Все в брусчатке. И, в принципе, поскольку у нас один рабочий день, один выходной, точнее, день, пора отправляться домой в Латвию. По дороге мы останавливаемся на еще одной достопримечательности. Это Вента-Румба. Это самый широкий радугу, видим наверху, водопад в Латвии. Чем интересно, тем, что он разгрузочный. Ты едешь из Венсполса в Ригу, у тебя есть немного времени, ты можешь остановиться и прогуляться еще быстренько, ну, скажем так, минут 30-40 по этому городку. Он очень интересен и заслуживает отдельной поездки, отдельной экскурсии. Но сейчас мы просто, чтобы не сидеть в машине слишком долго, разгружаемся и решаемся на путешествие по самому водопаду. Город, еще раз говорю, мы идем к водопаду. Смотрите, как он интересный. Но там, наверное, надо брать все-таки экскурсовода. Он небольшой, и его быстро проходить совершенно не хочется. Хочется любоваться красотами. То есть, интересная архитектура, интересные виды, локации. Да, отдельно мы сюда съездим, отдельно сделаем видеоролик. Сейчас у нас путешествие, выходное, короткое путешествие, с учетом того, чтобы дети не устали. То есть, мы из Риги, едем до Венспилса, Масбанитис, Аквапарк, едем обратно. Еще одна достопримечательность для разгрузки, чтобы ножки устали. Маленькую несу на руках, видите, тень уже уснула. Просто за один выходной день, с учетом большой дороги, больше достопримечательностей, к сожалению, не получается. Тем не менее, Вентарумба. Широкий. Можем разуться и по нему пройтись. Так, в принципе, делают все путники, которые направляются из Венспилса в Ригу. Либо отдельно приехали в этот городишко для экскурсии. Нам показалось, что это очень релаксово. Он примерно по лодыжечку, вот такой, где-то 30, где-то 20 сантиметров. Ну, и маленькие, и взрослые идут. Конечно, не надо к краю подходить. Вот в этом месте, в начале пути, он немножко мне показался опасный. Несмертельно, но не хотелось бы там оказаться. Но, тем не менее, все селфятся, все проходят, все кайфуют. Прикольная видушка, да? С учетом разгрузочки, еще раз говорю. То есть, едем мы из Венспилса в Ригу. Остановились. Это очень, очень, очень позитивная остановочка. Сам ролик, он короткий, может быть такой бестолковый. Но чем заняться на эти выходные? И мы задались этой целью. Собственно говоря, делимся. Что на один день вы можете поехать в Венспилс и собрать вот тот букет эмоций, который представлен вам на экране. По крайней мере, мы заинтригованы. И наш результат поездки такой, что мы еще раз вернемся в Венспилс. Очень хорошо смотреть одну или две достопримечательности, наслаждаться исполна. Чтобы было желание возвращаться туда еще раз. Вот в этот город, где водопад, мы обязательно вернемся. Сейчас нам его показалось очень мало. В Венспилс мы тоже обязательно вернемся. Нам его тоже показалось мало. Но все вместе похоже на то, что эти выходные мы провели очень шикарно. По стоимости это было тоже очень комфортно. Мазбанитес нам обошелся 12 евро. Аквапарк 20 евро. Питание порядка 25 евро. Это уже недорогой город Венспилс. И на топливо у нас ушло тоже порядка 25 евро. То есть это выходные, которые вам обойдутся, ну, кому как. От 50 до 80 евро за одни выходные. Но эмоции будут того стоить. И вы действительно почувствуете, что эти выходные прошли не зря. И что Латвия действительно очень позитивная страна. И даже в это место, в котором вы как будто бы уже были, вполне хочется еще раз вернуться. Надеюсь, вас мотивировал, заинтриговал. И на следующие выходные отправляетесь в Венспилс, либо на Венторумбу. А может быть, повторите наш маршрут. На сегодня все. Идея выходного дня с Владимиром Волошиным. На заставке реклама самой позитивной страны Европы. Всем пока.